20 копеек. И шли мы по улице Горького, Тверская нынче. Было очень холодно. Погреться хотелось, зайти некуда. Вот. Водка остыла в организме. И Леня говорит, пойдем на выставку. Там была выставка художников Каракалпаки. Нет, мастеров Каракалпаки, не художников. Ну как было не пойти на выставку мастеров Каракалпаки? Это выставочный зал, знаменитый, вроде, в гостинице Минск. Мы зашли, мы поняли уже по взгляду дежурной, что на ней не было никого никогда. Она прониклась к нам таким уважением. Два симпатичных, с благородными, а лица у нас благородные были. Они сейчас неплохие. Такие, знаете, были плакаты советские. Ты записался водителем троллейбуса? Вот наши лица именно такие, благородство советское. И она так обрадовалась, что вот пришли два мальчика, хороших таких, и смотрят. А нам холодно, мы греемся, смотрим расписные поплавки Каракалпака. Поняли? Рыбаков. Это ее вдохновило окончательно. И когда мы согрелись, вот сейчас будет хороший момент. Вот есть такой писатель Задорнов говорит, вы готовы? Вот вы готовы? Вот вдохните воздухом в грудь быстро. И Леня говорит, давай напишем отзыв. Ну я говорю, давай. Я еще не понял, что созрело в этой голове с гигабайтовской скоростью мышления. Она нам дает эту книжку, радостная, ну девственная книга совершенно. И Леня выберег страницы. Я обычно, если я рассказывал два раза эту историю со сцены, я там заменял слово. Здесь уже заменять нет смысла никакого. Леня по диагонали крупно пишет. Охуительный. И говорит мне, подпишись. Я говорю, а ты? Я после тебя. Теперь вы можете себе представить, я подписался, и он. Вы представляете, сколько сегодня мог стоить этот листочек? А у Минильна и Задорнов-Филатов написано. Такое число. Мы выбежали счастливый, не знаю, кем мы будем и куда мы бежим. Я не знаю, вызывала она милицию или нет, но это было очень сложно. Спасибо.